Эй, всем привет! С вами Ольга на канале Эгглсплея, и сегодня мы в игрушечке 35 миллиметров. Что мы знаем про эту игрушечку? Мы знаем, что её написал один разработчик Сергей Носков. А, к сожалению, на канале пока нет других его игр. Это будет первая игра от этого разработчика, игра про двух бутников. Многие в комментариях пишут, что эта игра очень сильно похожа на мини-сталкера, а мини-сталкера у нас на канале ещё нет, поэтому поехали! Посмотрим со временем, возможно, пройдём и сам сталкер. А, правда, его прохождение, мне кажется, будет очень длинным. Так, ты кто? Эй, мужик, ты кто? Чё это ты там сидишь? Хай! А ты кто? В доме ничего нет. Осмотрись сам, если хочешь. А кто из них мы? Это мы, да? Так. Нужно проверить свои вещи. Нажми тап. А птичку, еду и батарейки можно использовать двойным кликом. Какой-то крестик. А, это птичка, еда и какая-то батарейка. Так. Первый. Это у нас есть фонарик. Ой. У нас фонарик, у нас есть нож и фотоаппарат. Отлично. Ой. Так, а... Как-то головой крутить неудобно. А можно как-то... А! Так. Что же такое? Так, подождите. Так. У нас есть нож. Вот так он... Не могу понять, почему я головой крутить не могу. Что только что всё было хорошо. Голова не крутится. Что случилось? Так. Так, а настройках что? Чувствительность мышки. Давай чуть-чуть уменьшим, может быть. Он не крутит головой. Так, я что-то не понял. Что случилось, собственно? Может, если мы поменяем предмет, что-то поменяется. Ничего не меняется. Что случилось, собственно? Примечание. Ваша история автоматически сохраняется в контрольных точках. Соберите еду, воду и аптечки для поддерживания состояния здоровья, а также батарейки для фонарика. Взаимодействие с объектами осуществляется с помощью клавиши Е. Так. Или иные решения в сумме могут повлиять на финал игры. Взаимодействие с некоторыми объектами повышает силу вашего духа. Ниже отображаются фотоснимки. Фотоснимки снямты, если на... А, отображаются фотоснимки. А, фотоснимки. Так, окей. Окей, окей. А что у нас за головой случилось? Почему мы ей не можем крутить? Как? Ходим, крутим. А ну сейчас, ребятушки, давайте я перезайду. Может быть проблема в этом. One second. Так, ребятушки, я перезашла в игру. Уже голову крутить мы с вами можем. Поэтому поехали дальше. Я так понимаю, что мы с вами успели словить какую-то багу в игре. Надо будет что-ли написать. В паблике об этом, если это, конечно, повторится. Так, мы зажгли огонь. Лампа не горит. Кстати, включателя даже нет. Этот парень сказал, что тут ничего нет. Я бы ему не доверяла. Какой-то мутный тип. Он даже не представился, кто он, что он. Что мы вообще тут делаем? Чайник. О, батарейки. Эх, а говорил ничего нет. Слышь ты. Ты че нам напиздел, а? Так. Консервы. Слышишь? Да если мы так будем с тобой ходить, мы тут с голоду сдохнем. Ты че прикалываешься? Я с тобой больше не разговариваю. Ты наврал. А тут что? Ничего. Слышишь? Нет тут ничего. А еда? Ну че, светлым духом питаться будем? Так не получится. Мы можем кидаться стульями, да? Нет. Мы просто его кинули. Мы просто кинули везду. А, окей. Ну давайте поищем. Читать можно? Не можно. Так, может быть тут можно что-то взять? Не получается. Ладно. Окей. Так, а тут что у нас? А что у нас теперь есть? У нас есть три еды и одна батарейка. Одна батарейка и три еды. Ну, тут теперь вроде как... Подожди. Так, какой-то мужик с косой. Одежда как бы... Ну, обычная, рабочая. На форму не похоже. Какой-то беретик. Это кто? Это мы или кто? Кстати, подождите. Мы какой-то там мужик с бородой, да? Ну, это тоже с бородой. Ну, не знаю. Может, в молодости... Ну... Так. Топор брать нельзя. Мне кажется, даже топор был бы лучше. Жанну, ладно. Ну что? Если готов, можем идти. Ну, так пошли. Эй, пацан, идем. Может быть, надо нож было бы взять вокруг. Ладно. Окей. Эй, пацан. Идем. Это какой-то заторможенный какой-то. Необщительный. Заторможенный. Это что? Ну, приколе или что? Рид, в доме пусто. Да? Ну, подождите. Давайте футик возьмем. Да. Блин. Опять. Что такое? Фух. Давайте сфоткаем этот дом. Да. Давайте сфоткаем, как этот чувак от нас уходит. Отлично. Ну, мало ли что. Ну, мы же не знаем, кто он. Нам надо зафиксировать все эти данные моменты. Где мы ходим? С кем мы ходим вообще? Этот парень, возможно, какой-то интроверт, который не хочет общаться. Но, судя по всему, мы его знаем. Если мы его знаем, значит, мы с ним как минимум знакомые, а как максимум друзья. И как бы с нами он должен активно общаться. Мы непонятно, где находимся. Это какой-то лес, какие-то заброшенные дома. Что насчет разработчиков, кем мы еще непонятно куда идем. Игра русская. И действительно, ее делал один разработчик на Юнити. Если, может быть, кто-то из вас интересуется разработкой Юнити, можете писать в комментариях, чем смогу, тем помогу. Вот. Ну, вы как видите, как пример, вот, то, что человек сделал сам. При том, что у него есть другие проекты. Даже очень много релизов есть. Ну, как много, ну, как минимум еще два-три точно должно быть. Вроде как видела, а вроде как слышала. А почему именно эта игра? Стоп, что такое? Давай телефон я тележки сфоткать, да? Сейчас. Все верно. Скоро будем у дороги. У какой дороги? Куда мы идем? Ага. Спасибо, мой лучший друг, за такое общительное общение. Окей. Ну, судя по названию, игра связана с фотоаппаратом. Собственно, мы идем с вами с фотоаппаратом. Тут ничего нет феноменального. Нового тоже пока для вас ничего нет. Музыка какая-то такая, как будто, знаете, вот как самолет летит. Ну, не то, чтобы прям совсем возле нас, но приближенно. Такой гул, знаете, вот гул. Очень похоже. Ну, а я вам скажу, вот, допустим, лес как-то лысоват, что ли. Вырубили все. Я вам скажу, такое интересное наблюдение. Как повысилась цена на газ, так как-то и деревьев стало поменьше за городом. Недавно выезжала, так, на отдых, на пикник, вот. И поехали за город, вот. Свежий воздух, лес. А там вот ситуация подобная. Что-то как-то пустовато совсем. Это же вообще незаконно, вот, вырубывать лес. Как бы все-таки наша экология, чистый воздух. И так вот, люди, которые живут постоянно в городе, тупо не хватает этого. Местность тут дикая. Будь начеку. Так, быть начеку. Нам, значит, надо нож взять, да? О, мы начинаем его понимать. Правда, ты такой вот вообще необщительный. Я вот иду, рассказываю. Давай поговорим с тобой, да? Ну, поговори со мной, а? Молодой человек, поговорите со мной. Мне скучно. Мне скучно с вами идти. Ладно, мы и сами с собой поговорим, да? Да, так вот, сейчас вот, ребята, вот, многие, да, кто живут в городах и все. Ну, вот, да, выходишь там на улицу, там, гулять, все. Ну, вот, воздух вообще, вот, вообще не то. Уезжаешь за город, прям вот чувствуешь порыв свежего воздуха. Классно. Особенно в лесу. Вообще идеально. Это чё такое? Кого порезать? Ну, выходи. Ну, так, после такого, ходи в лес. Что-то там монстры, да? Пришельцы. Зомби. Возможно, стоило бы прочитать описание полностью, но... Но! У нас с вами есть принципы. Мы с вами проходим игру с нуля. Мы про нее ничего не должны знать. Ну, кроме каких-то там аспектов основных. Там, разработчик, да, там. Кто писал, как писал, с кем писал. Почему писал, уже, к сожалению, наверное, не узнаем. Ну, тем не менее, тем не менее. Кстати, я про движок Unity. Если кому интересно. Там, в принципе, в принципе, вы можете бесплатно разрабатывать какие-то свои, ну, даже мини-проекты, что ли. Вот. Там только после релиза, извиняюсь, там только после релиза, когда ваша игра там достигнет какого-то бюджета, там за покупки, вот эту всю фигню, вы там что-нибудь заплатите платформе. За то, что она вам помогла развиться, так сказать. О-о-о, это что, девятка, да? Так, ну, и соответственно, да, если мы находимся где-то на территории СНГ, то это, скорее всего, девяточка, да. Скорее всего, обычная девятка. А где хозяин машины? Или это наша машина? Мужчины, вы вообще можете хотя бы немножко общаться? В чём прикол идти молча через лес? Непонятно, куда мы идём. А сколько продлится дорога? О, вода. Ух ты. Красиво. Сразу видно, что фотография такая, ну, как сказать, не то чтобы старая, но раньше же не было таких камер, да, которые там живой фокус теперь делают. Вот как на айфонах, да, там, допустим, ставят многие руки, да, ну, то есть наводят камеру и нету искажения. То есть вот именно вот про искажение, да, фотография, про качество. О, нет. Там вообще сейчас они там что-то обалдели. Там в последнем якобы обновлении они добавили, что... Мы ехать можем? Они вроде как в последнем обновлении этих айфонов добавили функцию, это в 12 и в 11, что можно с кадра будет убирать солнце. То есть оно не будет вам мешать, если оно вам, конечно, мешает. Не знаю, насколько эта функция будет вообще полезна для вас. Ну, если кто пользуется, кто от этого, в принципе, там, кайфует, кому нравится, там, знает лучше или, там, пользуется, то, в принципе, можете написать в комментариях. Возможно, кому-то будет это интересно. Ну, чё, идём? Идём я говорю. Идём. Я тебя сейчас убью. Давай, идём уже. Какой-то странный. Я ж не знаю, так куда мне идти. О, сюда. Ты ж вроде как у нас, Моисей, так веди. Кошмар. Никакой коммуникации. Вообще, абсолютно. Вот. Ну, а, в принципе, обстановочка в игре интересная. То есть, да, мы идём с вами через лес. Такая обстановка, знаете. Я уже думала, что что-то случилось. Так, ага. Мы с вами фотографируем. А, может быть, нам машину тоже надо было пофотографировать? Это чё? Можно как-то предупреждать, а? А где мы? Репортером был? Да, конечно. Просто увлечение. Чё ты прибедняешься? Ты просто в душе журналист. Фотограф. Кто-то однажды назвал фотоаппарат маленькой машиной времени. Она позволяет окунуться в прошлое. Вспомните, почувствуйте те эмоции, что сопровождали нас в тот период жизни. Хотя, порой, это бывает крайне болезненно. Но всё же... Но всё же хорошо, что есть такая возможность... Всё же хорошо, что есть такая возможность. Заговариваемся. Не дело. Не дело. Окей. Погнали. Наносит какая-то вышечка. Это хорошо. У нас тут должна ловить мобильная связь. Мобильный интернет, если он вообще у нас есть. Нам, к сожалению, не озвучили, в каком мы году находимся. На каком уровне вообще у нас телекоммуникации. В каком городе мы находимся. В какой стране мы находимся. Понятно, что мы где-то на территории СНГ. Но, в принципе, на территории СНГ лесов-то пруд пруди. Я не думаю, что они прям с хота конкретного леса. Сейчас две фотоаппараты. С хота конкретного леса брали в ступке. Ну, лады. Идем. Мы идем. Мы фотографируем. В принципе, я думала, игра будет такая, знаете, напряженная. Мы будем с вами, как в хорроре, да, ходить, ждать. Кто-то ел консервы. Кто-то насрал. Как обычно. Ты что делаешь? Не лазь там руками. Тут непонятно, кто был. Непонятно, кто чем занимался. Тут, посмотрите, какие свиньи. Что тут? А ну сюда быстро все. И никого нет. Куча мусора и никого нет. Вот как обычно, знаете, вот приезжаешь, да, на отдых, в лес. Кто-то полез на трактор. Мы не знаем, что-то тебе. Это у нас прирожденный тракторист или что? Что такое? Что там? Что, можно на нем поехать или что? Вот знаете, я думала, что да, вот мы будем ходить напряженно. Смотри. Что? О, собака. Привет. Привет. Ой. Привет, песик. Ты хороший? Я не знаю, как тебя гладить. Извини. Но мы можем тебя сфотографировать. Так, где там фотик? На фоне трактора. Весь кадр испортил. А пока мы просто идем, у нас какой-то релакс. Мы фотографируем местность. Ну, местность, возможно, немножко там настораживает. Но для тех, кто любит гулять в лесу, кто там любит собирать грибы, ягоды. Я лично этого не люблю. Я в лесу только там на шашлычок. Больше у меня, в принципе, нет никаких там тяг в лес идти. Но есть те, кто нравится. И мне кажется, вот такая обстановка, где ты ходишь, просто фотографируешь. Это вот релакс. Мы отдыхаем с вами, да, от каких-то там напряженных игр. Это что там? Угол, а смерть? Это кто? Чувак, там кто-то есть. Нам надо его сфотографировать. Вдых, это маньяк какой-то. Это силуэт. Ладно, погнали дальше. Идем, общаемся. Думаем об жизни, да? Коль. Но самое интересное, что мы не знаем, кто мы. Да? Кто он, мы тоже не знаем. Мы даже не знаем, как нас зовут. Вообще, без понятия. Кто мы? Ой, кто он? Ты кто? Ну, расскажи нам о себе. Ну, какая-то история должна быть изначально. Эх. Ну, вроде как, игра не длинная. Но если мы всю игру будем с вами ходить, мне кажется, это будет не очень интересно. Хотя такие игры тоже встречались. Мы с вами идем до какого-то определенного скрипта. Что случилось? Ебать. Быстро, валим отсюда. Я себе быстро. Эй, мать, а куда бежать? Ебать. Я страшно оборачиваться, ребята. Ребята, мы бежим вперед, потому что, мне кажется, это песец. Не-не-не-не, я его не бежу. Бляха, я на шифт бегу. Ты что так медленно бежишь? Эй, бро, подожди нас. Ты что? А я? Бегом, бегом. Бегом. Ну давай, давай, давай. Ну че проиграли? Че? Ага, ну проиграли. Ну? Ты же сразу не мог пистолет достать, а? Это мы где? Что вообще произошло? Мы же медведя убили. Ну, нажимаю я на ей. Что? Что со мной происходит? У меня сейчас глаза кружатся. Алло. Ты что? Что с нами случилось? Нас что тут? Чувак отрывает. Давайте мы ему какое-то имя дадим. Пусть он будет Петр, я не знаю. Что случилось? Я вам говорила, что чувак, с которым мы ходили, он мутный. Я вам говорила об этом. Я вам говорила. Он нас походу с вами отравил. Мы в какой-то лечебнице. В пустой лечебнице. Какая-то кровь. Что вообще происходит? Алло. Ну все, Петр, тебе конец. Я тебя увижу и тебя убью нахуй. Ты понял меня? Мы, блядь, сюда тупой шли. На нас напал, блядь, медведь. Ты его убил. Потом ты меня отравил. Песец, блин. Офигел вообще. О. Огненаторская. Закрыто. Знаете, внешний вид этой больницы вообще не вдохновляет. Ебать. Мужик, ты живой? Судя по внешнему виду, нет. Короче, ребят, у нас нет ни фотоаппарата, ни нажат. Я вот сейчас клацаю, у нас все забрали. У нас тупо сейчас все забрали. Мой главный персонаж реально плохо дышит. Ебать. Еще один труп. Ну и куда мы попали с вами? Еще один труп. Капец. Ебать. Поступать на медицинские сообщения. По последнему дару. На кассу разговаривают образование на регионовой пробке. Они пытаются расследовать лес и фитомизировать контакты. Не родить. Без того, что они делают все возможное для этого из нацистового цена. Но, как вам известно, поществу, беременную пробку. Поставшиеся места, за этот вопрос заполучить. Врачом, можете выбирать отношения, как ее выдавится. Волонтеры, в свою очередь, перекрытую запасти справедливо. И, по возможности, уходите с вами домой. Заметим первые симптомы забоевания. спасибо короче какая-то инфекция это зомби апокалипсис ебать все блять умерли а мы тут кого хера непонятно наш блять друг нас сюда принес он походу нас решил убить кто блять кашляет кто блять кашляет ебать пиздец это кто блять сука у нас даже ножа нету что происходит а еб твою мать где тут пётр ты чё блять не понял чё ты падла блять ты чё с нами сделал может все же поведаешь с какой целью мы путь держим не знаю уговор я выполню остальное не имеет значения это было видение или что ладно право твоё понятное дело что право то моё а чё происходит вообще люди начали умирать никто и подумать не мог что всё так закончится чё коронавирус что 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 там никто не был к этому готов зомби папкалипсис ну между прочим играть 2016 года ими земли в разы казалось бы воздуха больше пространство шире но нет человек оказался настолько дик и неадаптирован что начал грызть сам себя паника мародёрство конфликты никто не смог взять на себя эту ножку и сохранить контрольную ситуацию вот всё и рухнуло в моём городе в первый же день люди начали бить витрины выносить ценности медикаменты продовольствие угоняли машины прокалывали колёса другим дабы скорее добраться до госпиталя женец но никто ведь не знал что медицина здесь уже бесит ладно нужно тут с вещами разобраться хорошо бы воды из колодца принести червячка заморить нужно давай так а ребятушки что вообще было то есть у нас было видение что вообще происходит то есть что-то с ним случилось что-то случилось с их родными кто этот парень что за уговор непонятно я так понимаю что сюжет игры у нас раскроется дальше ну а на этом мы на сегодня с вами закончим ребятушки подписывайтесь на канал ставьте лайки обязательно комментируйте до следующей серии ребятушки всем пока